Москва, лаборатория, союз экспертиза, одна из старейших в стране. Сколько раз я привозил сюда на проверку разные товары, но вот сегодня впервые на проверку мы идем вдвоем. Я везу тележку взрослой еды, а мой сын Илья... Илюш, что ты везешь? Детскую еду. Питье, мармелад, сосалка, бутылка. Вода в бутылках взрослая и детская, сосиски взрослые и детские. Мы принесли такую гору продуктов, что только приемка заняла 3 часа. Итак, детская вода, детская молочка, детское шампанское, детские соки, детские шоколадки и мармеладки у вас в руках. Детские сосиски, наша задача понять, отличается это от взрослого. Читаем состав. Стабилизаторы, пряность, антиокислитель. А еще аскорбиновая кислота, фиксатор окраски. Неужели в этом есть что-то детское? То есть даже взрослого ассортимента сосиски высшего качества не имеют права иметь такой состав. А вот для детей мы почему-то себе позволяем такой. Высшие качества, это значит по закону в составе должно быть только мясо. Никаких эмульгаторов, сгустителей, тем более растительного белка не должно быть. Потому что и сосиски высшей категории, и взрослые, не предполагают этого ничего. Вслед за детскими сосисками мы сдаем на анализ еще один популярный детский товар. Воду она явно дороже взрослой. Неужели лучше? В двух водах, о которых я уже говорила, там где добавлен викарбонат кальция, это вообще нонсенс. Она не проходит по составу, не только по едиду и фториду, а по практически всем остальным, кроме натрия, по всем ионам минерализации. То есть ее взрослым давать нельзя по-хорошему? Да. Когда на бутылке пишут из горного или из святого источника, не верьте. Часто эта вода обычная из-под крана. На заводе ее сначала превращают в дистиллированную, потом добавляют соли, кальций, фтор. Так вот, физически неполноценное, это значит с добавками нахимичили. Впрочем, это догадки, а что на самом деле? Это вроде и так понятно, не всякая вода полезна, но как решить задачу, какую воду надо пить? Итак, дано 20 20-литровых баклажек с водой. Вода эта чистая, прозрачная, и самое главное, все 20 сертифицированы в России. И поэтому независимый анализ воды мы будем проводить в Киеве. Помимо больших баклажек, мы везем упаковки маленьких бутылок с детской водой. На Украине ученые обещают нам раскрыть великую тайну бутылированной воды. И есть бутылированный вод, большой класс бутылированных вод, где добавляют канцерогены, консерванты, очень токсичные. Обнаружить их бывает очень трудно химическим путем. Человек старой закалки, Владислав Гончарук, академик Академии наук, еще СССР. Свой правильный метод он почерпнул у аквариумистов. Давно известно, что будет с рыбками, если погрузить их в хлорированную воду из-под крана. По проценту погибших судим о степени токсичности исследуемой воды. Посмотришь на эти бутылки, все как одна полезны. Это рекомендовано не питание раман. Это чистая от природы. Это, видимо, она одна такая, идеально подходит для приготовления каши. Срок год с этой воды, целый год дают они, производители. Это не вода. Скорее всего, здесь есть хороший консервант, антибиотик. Еще смешнее считать на полуторалитровой бутылке, что вода нужна для купания детей. Что же, по кильской технологии в детской воде ученые будут купать рыбок. Если вода хорошая, рыбка должна продержаться в ней 4 дня. Но в детской воде из Москвы уже через сутки рыба теряет силы. Еще час, и эксперимент прекращается. Вся детская вода относится к категории опасных, либо очень токсичных вод. И ни одна детская вода не попала под категорию относительно даже безопасных. Напомню, это слова ученого, получившего звание доктора наук еще при советской власти. Само понятие детская вода – это преступление перед потребителями. Это торгашеский подход, чтобы всучить вам эту воду. И действительно, открываем российский реестр пищевых продуктов. Официальный документ. Тут четко прописано. Вода бывает природной, столовой, лечебной, бутилированной. Понятия детская здесь нет. Тогда чем же она отличается от обычной? Налогом на добавленную стоимость. НДС. А, то есть назвав воду детской, мы платим меньше налога. Совершенно верно. Вы поняли, что происходит? Вода с пометкой детская получает льготное налогообложение. Она и стоит должна дешевле, а нам продают дороже. Многие продают воду, я не знаю, дороже пива. Теперь, когда выяснилось, что детские товары выпускать выгоднее, чем взрослые, понятно, как появились сосиски. Также и детский сок. Он должен быть и дешевле, и качественнее взрослого. А что на самом деле?